ГОМЕЛЬ Починающий гомельский автор Сергей Прывалов стал переможцем Международного литературного фестиваля. Зараз об этом иншим больше подробно. Предприемство «Гомельшкло» на будущем тыдне уведело в эксплуатацию новую линию по вытворчеству энергосберегального шкла. Вытворчая линия, мощностью 8 миллионов квадратных метров в год, дозволит предприемству полностью забеспечить потребности рынку Беларуси, значительно скоротить долю импортного шкла. В первом месяце на внутренний рынок будет реализовываться около 60% объема вытворчасти. Остатнюю часть новой продукции плануется поставлять на экспорт Украины – Заходной Европы, Россию – Украину. Субботние телефонные линии мясовых органов УЛАД протягивают свою работу. Завтра же хоры региона смогут звернуться с питаниями до наместника старшиней гомельского облаконкама Владимира Александровича Прывалова. Звонки проймаются по номеру телефона у Гомеля – 75-12-37, с 9-й годин ранится и до 12-ти. У ГТСШ на пытание гомельчан откажен наместник старшиней Гарва Конкама Виталь Геннадьевич Атаманчук. Нумер телефона – 75-19-54. У Беларуси у першиню с 1992 года колькость народженных перевысила колькость померлых. По выниках девяти месяцев года означен натуральный прирост насильства, який склав 518 человек. Как поведомили в Национальном статистическом комитете, селета в Украине народилось 89 434 детей. Узровень народженности зараз являются одним из самых высоких в Европе. При этом больше половы новонародженных, другие и наступные дети у своих семьях. Лидерами по натуральным приростам насильства заявляются Минск и Брестская область, а на Гомельшине натуральное сменшение насильства склало 9 человек. При этом в Гомельском районе означен натуральный прирост сельского насильства. 30-го кастрышника у школьников распашнутся восенские каникулы, яких зарабить не только корыстными, а и безопасными. Своими планами сегодня подчас пресс-конференции поделились представники отказных служб. Минавито у период школьных каникулы региструется большая колькость правопорушений и травм у неполнолетних. Каб забеспечить постоянный догляд дорослых, подчас каникулы на Гомельшине будут працовать амаль 340 лагеров. У них будут задейнишены больше за 8 тысяч школьников. Особливая увага детям со шмадетных и малозабеспеченных семьях, а так само неполнолетними, яке знаходятся на улику у милиции. У каждой школы организуют факультативы, объединения по интересах и гульнявые пляцовки. Сирот новых проектов – великий музей для допытливых сябров. Школьникам пропануют в гульнявой форме ознайомиться с историей Палацова-Паркового ансамбля. На базе областного центра туризма и каразнавства будет создан туристичный лагерь, который пропанует занятки по шмакборье и скалолажине. Большая надежда мы возлагаем на новый проект, который реализовывается вместе с региональным центром тестирования и профессиональной ориентации молодежи. Это проект, который охватывает и организовываем работу профориентационных лагерей. Во время работы лагеря, на этих каникулах это будет 9 дней, ребята имеют возможность прикоснуться к различным профессиям. Профориентационные лагеря у нас будут работать на базе семи центров доп. образования и на базе 23 школ. Так само на наступном тыне будут организованы встречи со знакомитыми спортсменами. Школьники отримают мягчимость ознайомиться с деятельностью сродков массовой информации. Так на 4 листопада запланована экскурсия у телера до компании «Гомель». С милосердностью до детей. В «Гомель» с визитом наведали простовники британской доброчинной организации «Потрымка детям Беларуси» Барбара и Дэвид Кокс. Их сустракали у «Гомельским городским громадским объединением «Дитячий диабет». Суперсовнество с английскими партнерами должится каля 20 годов. Долготерминовые проекты продугледживают у Себаковы допомогу детям, подлеткам и молодым людям, которые вымушены сошить за узровнем цукру у криви. При содеянии шиней сябров с Британией набываются сродки самоконтроля, медпрепараты, витамины, организуются оздоровление за мяжой. Романдское объединение «Дитячий диабет» допомогает большим семистам детям и подлеткам. А мальпалова из них выховывается у неполных семьях. Почасу встречи координаторам проектов Барбары и Дэвиду Кокс уручены падяшные листы от Гомельского Гарба-Канкама. Так само отбылась передача падяшного листа от Гомельской городской громадской организации «Дитячий диабет» к британскому монарху королеве Елизавете II. Дети в течение 20 лет оздоравливаются в Великобритании. И не только оздоравливаются, но проходят и лечение. Барбары и Дэвид помогают нам приобретение средств самоконтроля. Это очень важно. Средства самоконтроля, если говорить, это жизнь наших детей. Кроме того, Барбара и Дэвид собирают сами лично гуманитарные конвои для нашей организации. И вот пришла очень такая хорошая и радостная новость. Королева Великобритании Елизавета II в ноябре в этом году пригласила Букингемский дворец Барбару и Дэвида. Будет вручена медаль за многолетнюю плодотворную работу, за гуманитарные программы, за благотворительность, за помощь детям Беларуси. Тем часам актуальное питание реализации державной молодежной политики обмерковали на выездным практичным семинары. У Калинковича приехали представники Головного управления идеологичной работы, культуры по справах молодежи Аблова Канкама, Гар Райва Канкамау, представники БРСМ. Подробности в сюжете корреспонденту телеканала Мазир. Молодь Гомельчины – это 300 тысяч человек в возрасте от 14 до 31 года. У Калинковича приехали их лидеры – представники молодежного актива из всех районах. Приехали обменяться опытом, рассказать про свои успехи и планы. Сустреша в таком формате мероприемства традиционные. Калинковичи местом проведения стали не выпадково. Райцентр забеспечил себе право примать семинар своим леташним лидерством в молодежных инициативах. Калинковичский район находится у нас в лидерах по закрепляемости молодых кадров. А значит, в районе умеют создавать условия для молодежи, делать жизнь более интересной и насыщенной. Сегодня мы проводим семинар о работе с молодежью. Вы знаете, что и в нашем регионе, и в стране огромное значение придается этому направлению. С метой демонстрации, становчиво прикладу работы с молодью, у дельников семинара запросили на Калинковичский мясокомбинат. В коллективе одного из наибольнейших предприемств у Галины 35% молодь, а средний взрос працующих у сего 38 годов. Тут есть молодежный актив первички БРСМ и Беларуси. Для молодых и перспективных сопрацовников – шмат махчимостей. Экскурсии с встречами, профессиональные и творческие конкурсы. До того же социальные гарантии. Зразумела подобная картина не только на этом предприемстве. В этом году на 5-м Всебелорусском народном собрании, когда были обозначены 5 приоритетов дальнейшего развития всей страны в текущей пятилетке, одним из таких приоритетов была обозначена именно молодежь. Поэтому, как вы понимаете, интерес к этой теме далеко не случайен. Спектр тем, которые сегодня мы обсуждаем, весьма широк. Здесь и занятость молодежи, и организация ее досуга, и поддержка молодых семей, и профилактика различных негативных явлений, и многое другое. Светлана Грудько, Олег Фитцнер, телеканал «Мазыр». Специально для телерадио-компании «Гомель». Начинающий гомельский автор Сергей Прывалов стал переможцем фестивалю национальных культур «Бераги дружбы». Все это выники международного литературного проекта подводили в российском «Таганрозе». Под обязанностей у Ганны Ковалевой. Международному проекту «Бераги дружбы» 5 годов. Его сутность в том, что белорусские авторы перекладают на свою мову творы российских литераторов. В тежу свою чаргу перекладают белорусскомолные тексты. На сёне до проекта долышилась и Украина. От Беларуси удельничают авторы с Гомеля, Минска, готовы долучиться и Брест. Всю лето у першыню до «Бераги дружбы» запросили подчинающих литератору. Творчая переклада я настворали целый год. У вынику выдадены четыре обменные книги. После чего белорусский бок запросили на фестиваль национальных культур у Таганрог, где и были подведены выники проекта за прошлый год. Вы решено было собрать всю эту творчую молодь, якая на отлеглости полторы тысячи километров и более, працавала разом, может, благодаря интернету, может, благодаря телефонным звонкам и так далее. Вот и провести фестиваль, каб яны убачили один одного, а чули, что ж яны писали по сутности. Те правильно яны зрозумели один одного. Одночасово уже маститые литераторы, члены Союза письменников трех краин Беларуси, России и Украины, вызначили на фестивале «Лепших молодых авторов». Гомель представляли шесть человек, и все они вернулись за знака родами у тем лику с дипломом «Першая ступень», яку отримался Аргей Прывалов. Ожидалось, что я займу? Нет. Для меня то, что я уже попал в Таганрог, окунулся в море в октябре в Беларусь, это уже было здорово, круто. То, что первое место, это хороший бонус, вот такое очень приятное достижение, которым горжусь нет, но очень рад. Дякуючи российскому боку, были знайдены спонсорские сродки и выдадены 48 авторских книг молодых литератору. Для многих из них эти выдания стали дебютными и уже сегодня их можно найти во всех буйных библиетках Гомеля. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». На этом выпуске завершенный, в студии працевал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова